Привет любители профессионалы! Сегодня у нас второй день экспериментов с аркой из профильной трубы, поэтому попытаемся ответить на вопросы. Так сколько на самом деле могут выдержать арки без поперечной затяжки? Какую нагрузку будут испытывать при этом вертикальные опоры? Насколько жестче станет конструкция, если трубу прокатать на ребро? Но в главных ролях у нас все те же канистры с помойки, поэтому сегодня мы пойдем до конца. Но для начала, ребята, надо решить принципиальный вопрос, после которого многим комментаторам, как говорят в Кировской области, придется обмуслякать свои гениталии. Кстати, прошлый ролик набрал миллион просмотров, заработал аж 150 долларов, что после уплаты всех налогов хватило для приобретения двух отрезков 4 метровых трубы 60 на 40, толщиной стенки 2 мм. Такой спор был о том, что трубогиб, который я использовал, а это удачный премиум, трубогибом-то и не считается, потому что 60 на 40 на ребро ему никогда не осилить, он попросту развалится. Не знаю, честно говоря, ребята, почему я так легко вписался за этот трубогиб, практически рискуя своей ориентацией, ведь на тот момент я его только получил и не успел опробовать. Просто глядя на него, я был абсолютно уверен, что он легко переживет эту трубу 60 на 40 на ребро, тем более стенка 2 мм. Я думаю, что ее 3 мм, правда, не торопясь, не составит для него большой трудности. Поэтому сейчас без всяких склеек, но в ускоренном режиме, чтобы не отвлекать ваше время, начинаю сгибать заготовку и нагибать этих писателей, писюнов, как их там правильно назвать-то. Кстати, работал практически на пределе возможностей, своих возможностей, потому что полтора оборота прижимным винтом все-таки много. Крутить очень трудно и тяжело, лучше остановиться на одном обороте, тем более, что для изготовления этой арки пришлось прогнать заготовку всего 3 раза. Еще, ребята, пока кручу шарманку, хотелось бы немного добавить. Вроде бы я нормально говорю по-русски, не шепелявлю, выговариваю все цифры и буквы, как мне кажется. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы услышали слово «эксперимент». Эксперимент, ребята, здесь не будет никаких расчетов, не будет краткого курса сопромата или обучающего видео о расчете в той или иной программе. Здесь будет именно эксперимент. Но тем временем Марка уже уперлась в потолок моей скромной мастерской, поэтому рассмотрим ее поближе. Как видим, из-за того, что труба гип идет у нас с центробоем, арка получилась на загляденье ровная. Если бы даже так не получилось из-за того, что профильная труба не симметрична или шов у нее идет сбоку, ничего страшного, просто достаточно перед последним прогоном перевернуть заготовку на 180 градусов. В общем, ребята, подвоем промежуточный итог. Спор я все-таки выиграл. Поэтому спасибо тебе удачный премиум за мою сохраненную репутацию и ориентацию. Ну и заодно порадуемся за блестящие места наших чистоплотных хейтеров. Итак, для эксперимента у нас получились две абсолютно идентичные заготовки. Длина каждой из них 375 см, специально говорю в сантиметрах, чтобы вы меня поправили. И этого размера уже вполне хватает для небольшого навеса под одну машину. Ну а если добавить еще по 10 см поликарбоната, который будет свисать с каждой стороны навеса, то у нас получается вполне неплохой запас. Больше чем 1 метр, что вполне достаточно даже для открывания дверей у небольшого минивэна. Кстати, стандартный размер советского гаража равнялся все те же 4 на 6 метра. Поэтому дальше мы просто крепим 4 поперечины, соединяя две наших дуги на расстоянии 1 метр. И не забываем приварить под пятники. Дальше просто грузим две наши подопытные конструкции в автомобиль. Туда, где их ждут уже канистры, наполненные чистейшей болотной водой. Конечно, не забываем про Европолет, так необходимый для эксперимента. Ну и чуть не забыл два обрезка уголков, которые будут выступать в нашем деле как рельсы. Итак, мы на месте, на довольно ровной асфальтированной площадке. Два раза шутить про чистоту эксперимента не буду. Поэтому просто выгружаемся и начинаем с небольшой 3-х метровой арки, которая выжила в прошлом ролике, по мнению многих, лишь благодаря приваренной затяжке. Как видите, я выучил это слово. Дальше все будет как обычно, но если кто-то не смотрел предыдущий ролик, то мы будем нагружать нашу арку обыкновенными канистрами с водой, смотреть, насколько она растянется, и какое количество килограмм она выдержит, прежде чем схлопнется. Ну а для предотвращения каких-то страшно мощных сил трения, которые мешают арке разъехаться, будем использовать рельсы из уголка. Как видим, длина нашей конструкции 284 сантиметра, запоминаем ту цифру. Для эксперимента у нас все готово, но, как обычно, необходимо обязательно попрыгать на ней, чтобы все поняли, какая же она хлипкая. Также хочу напомнить, что в прошлом ролике конструкция с затяжкой на одной из арок выдержала аж 400 килограмм. И было большое количество комментаторов, которые утверждали, что без затяжки все это сложится максимум на 100, ну 200 килограммах. Поэтому, ребята, можете смело делать ставки, но помните, что ключевое слово здесь сложится. Поэтому поехали, и первая нагрузка у нас 100 килограмм. И что же мы с вами видим? Арка легко выдержала эти 100 килограмм, даже практически не почувствую. Как видим, она скользит по направляющим, не испытывая никаких сил трения, но и немного удлинилась. Но если быть точно, то всего на 2 сантиметра, ну или 20 миллиметров. Продолжаем эксперимент. Те, кто ставил на сотку, уже отвалились. Ну а те, кто ставил на 200 килограмм, держите кулачки. На ускоренной съемке, кстати, хорошо видно, как арка прогибается под моим весом и весом канистр. И кто-то, наверное, даже потирает уже влажные ручки со словами, ну я же говорил, ну максимум 200, но не больше. А я так сильно старался, что даже немного ошибся. И загрузил вместо 200 220 килограмм. Только, ребята, те, которые поставили на 200 килограмм и тоже проиграли. Пожалуйста, не пишите от обиды, что канистры полупустые, что такого просто не может быть. Что касается тех мощнейших сил трения, которые мешают деформации конструкции и позволяют ей держать такой вес, я вообще об этом говорить не хочу. Просто смотрите внимательно. Как видим, ничего никому не мешает. И комментарии здесь излишни. С этим вроде все понятно. 200 килограмм конструкция держит. Поэтому продолжаем эксперимент до победного конца. Кстати, если кто-то не заметил, то длина конструкции увеличилась ровно на 5 сантиметров. Ну что, ребята, те, кто так легко ставил на 100 или 200 килограмм, я думаю, уже немного призадумались. Неужели 300? Неужели выдержит? Честно говоря, я сам не очень-то был уверен, что конструкция выдержит такой вес. Но на то он эксперимент. Чтобы наглядно показывать готовый результат, а не цифры. Так вот рубеж 300 килограмм, конструкция все-таки преодолела. И как мне кажется, сильно складываться-то и не собирается. Да, она добавила в длине 6 сантиметров, но пока что держится вполне себе сносно. Но, ребята, если в ролике пытаться что-то сломать, то он обязательно сломается. Правда, пока что это штатив от камеры. Но так как снимать хочется одним дублем, чтобы не было потом хейта, поэтому камеру я просто положил на асфальт. И, конечно, продолжил эксперимент. А на кону у нас, напоминаю, уже 400 килограмма. Это такая цифра, на которую, в принципе, даже никто не ставил. Представляете, что такое количество снега может лежать на вашем поликарбонате и распределено не по всей площади, а именно в самой слабой точке конструкции. Это я говорю к тому, что когда вам рассказывают о страшной снеговой нагрузке в 200 килограмм на метр квадратный, обязательно забывают добавить понижающий коэффициент, который надо применять, если наклон вашей крыши от 20 до 60 градусов. Кстати, очень интересные расчеты. Если крыша больше 60 градусов, то вообще никакой снеговой нагрузки на ней не бывает. Но вот если она 59 градусов, наклон, то снеговая нагрузка обязательно рассчитывается. Вот такая вот, ребята, точность. Ну, а мы как видим, 400 килограмм для арок без затяжки оказался не предел. Конечно, если оставить это все на месяц или на два, она обязательно схлопнется. Но сейчас, если подходить, в моменте конструкция 400 килограмм все-таки выдержала, и никто этого не угадал, включая меня. Вот вам, ребята, эксперименты, наглядность картинки. Неожиданно, честно говоря, получилось, но если бы мы учили сопромат, то, конечно, бы все это рассчитали в течение 20 минут. Ну, а без сопромата наша конструкция удлинилась просто на 10 сантиметров. Ну, а раз мы решили идти до конца и сложить эту конструкцию, хотя из нее получился бы отличный мостик, то не будем томить зрителя, накидывая по 20 килограмм, да и нечего уже накидывать. Я просто встану и прыгну на всей этой конструкции. Я думаю, этого она не переживет. Что и требовалось доказать? Физику, как говорят некоторые, не обманешь. Так какой же вывод можно сделать из этой части эксперимента? Ну, а вывод простой. Во-первых, конструкция оказалась не такой хилой, как казалось. Второе, это ничего не мешало нашей конструкции разъезжаться, то есть распрямляться в нашей дуге. Поэтому, если вертикальные опоры, на которых она будет крепиться, будут этому противодействовать, то я думаю, она выдержит груз гораздо больше. Но вот какие боковые нагрузки будут испытывать эти опоры или столбы? Мы попробуем вычислить в следующем эксперименте. Поэтому быстро чиним штатив и продолжаем. Здесь у нас все по старой схеме. Единственное, что длина нашей конструкции ровно на метр больше предыдущей. Для измерения усилий будем использовать наиточнейший китайский безмен, установив у него предварительное натяжение где-то в районе 5 килограмм. К сожалению, безмен отключается через определенное количество времени, поэтому если бы знал, что нагрузки будут такие небольшие, то взял бы обыкновенный советский 20-килограммовый проверенный. Но так возвращаться не хотелось, поэтому постарался, чтобы и безмен, и наваливаемые канистры попадали в кадр. Итак, поправляем всю конструкцию, снова ставим ее на рельсы и грузим 100 килограмм. Ребят, как видите, при 100 килограммах эта самая нагрузка оказалась настолько мала, что я, честно говоря, даже удивился. Поэтому подгружаем еще 100 килограмм, пока наш китайский друг не вырубился, и бежим смотреть на показания. Уже при 200 нагруженных килограммах эти показания не сильно-то изменились, но очень меня порадовали, потому что затяжкой в этом случае может служить даже обыкновенная резинка от трусов, сложенная втрое. Дальше, ребята, были форс-мажорные дела. Я нагрузил 300 килограмм, но наш китайский друг выключился. Поэтому было принято волевое решение разгрузить всю конструкцию, выставить опять китайского друга на ноль, предварительно натяг 5 килограмм, и быстро, пока он не успеет вырубиться, загрузить 300 килограмм сразу. В надежде увидеть какие-то страшные цифры, которые будут раздвигать наши вертикальные столбы в стороны. Ну а чтобы наш китайский друг был постоянно в кадре, и потом можно было разглядеть цифры, пришлось немного зафиксировать его линейкой. В общем, дальше накидываем 300 килограмм, и смотрим, как эпично прогибается вся наша конструкция. И как итог у нас легкая отдышка, 300 килограмм нагрузки, и показания китайского друга 11,5 килограмм. Ребята, вдумайтесь в эту цифру. Да, конструкция стала ниже на 10 сантиметров, да, она разъехалась практически на 9, но она пока что держит 300 килограмм, и я думаю, выдержит и 400. Поэтому нагружаем. Скажу вам сразу, 400 килограмм она выдержала, но ломать эти дуги я не собираюсь, потому что буду использовать их действительно на навес. Поэтому все это дело разгружаем и подводим. Как видим, эти боковые нагрузки и нагрузки на растяжение оказались не такие критические и большие, как многим хотелось бы думать. Поэтому многое здесь зависит от вертикальных опор, или столбом. Такие, я думаю, выдержали бы точно. Ну а вот вам немного для затравки. Какую все-таки нагрузку может выдержать? Обыкновенный столб 60 на 60 со стенкой тройка. Кстати, длина висящей части ровно 2200 миллиметров. Вывод из всего увиденного вам предстоит сделать самостоятельно. Ну а для себя я уже все решил и озвучил в первом ролике. В общем, ребята, немного я подзатянул этот эксперимент. Кому понравилось, ставим лайки и дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Ну а на сегодня все. Прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья. Прорвемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова